Архимедова сила. Силу, с которой тело, находящееся в жидкости, выталкивается ею, можно рассчитать, как это сделано в параграфе 50, а можно определить ее значение на опыте, используя для этого прибор, изображенный на рисунке 151. К пружине подвешивают небольшое ведерко тела цилиндрической формы. Растяжение пружины по положению стрелки отмечают меткой на штативе. Рисунок 150А. Она показывает вес тела в воздухе. Приподняв тело, под него подставляют отливной сосуд, наполненный жидкостью до уровня отливной трубки, после чего тело погружают целиком в жидкость. Рисунок 151Б. При этом часть жидкости, объем которой равен объему тела, выливается из отливного сосуда в стакан. Указатель пружины поднимается вверх, пружина сокращается, показывая уменьшение веса тела в жидкости. В данном случае, наряду с силой тяжести, действует еще сила, выталкивающая его из жидкости. Если ведерко перелить жидкость из стакана, то есть ту, которую вытеснило тело, то указатель пружины возвратится к своему начальному положению. Рисунок 151В. На основании этого опыта можно заключить, что сила, выталкивающая тело, целиком погруженная в жидкость, равна весу жидкости в объеме этого тела. Такой же вывод мы получили в параграфе 50. Если бы подобный опыт проделать с телом, погруженным в какой-либо газ, то он показал бы, что сила, выталкивающая тело из газа, также равна весу газа, взятого в объеме тела. Силу, выталкивающую тело из жидкости или газа, называют архимедовой силой в честь древнегреческого ученого Архимеда, который впервые указал на ее существование, рассчитал ее значение. Итак, опыт подтвердил, что архимедовая или выталкивающая сила равна весу жидкости в объеме тела, то есть сила Архимеда равна ПЖ или ЖМЖ. Массу жидкости МЖ, вытесняемую телом, можно выразить ее плотность РОЖ и объем В, погруженного в жидкость, так как В, объем жидкости, объем, вытесненный телом жидкости, равен объему тела, погруженного в жидкость. То есть М равно РОЖ, умноженное на ВТ, тогда получим сила Архимеда равна ЖРОЖВТ. Из полученной формулы следует, что Архимедова сила зависит от плотности жидкости, в которую погружено тело. Это объем этого тела, но она не зависит, например, от плотности вещества тела, погруженного в жидкость, так как эта величина не входит в полученную формулу. Определим теперь вес тела, погруженного в жидкость или газ. Так как две силы, действующие на тело, в этом случае направлены в противоположные стороны, сила тяжести вниз, а Архимедова сила вверх, то вес тела в жидкости П1 будет меньше веса тела в вакууме. П равно ГЖ, умноженное на М, М – масса тела на Архимедову силу. Сила Архимеда равна Ж, умноженное на М, М – Ж, масса жидкости или газа, вытесненной телом. То есть П1 равно П минус ФА, или П1 равно Ж, умноженное на М, минус Ж, умноженное на массу жидкости. Таким образом, если тело погружено в жидкость или газ, то оно теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненной им жидкость или газ. Пример. Определите выталкивающую силу, действующую на камень объемом 1,6 кубических метров в морской воде. Запишем условие задачи и решим ее. Пример. Продолжение следует...